На пляже Эмеретинской низменности из реки Кепша завезли уже 70 тысяч кубов камня, 12 тысяч на пляж Приморский, еще часть на Жемчужину и пляж возле Цирка. Вместе с галькой попадается много песка и ила. Считается, что после нескольких дождей все это смоет в море и территория будет чистой. Ну а если дождей и штормов окажется недостаточно, когда здесь все разровняют, ил смоют водой из шлангов. Гальку из Кепша уже подсыпали на пляже в прошлом году. Таким образом в городе решают сразу две проблемы. Расчищают реку от камней и ила и восстанавливают после сильных штормов прибрежную полосу. Подготовка уже подходит к концу. В скором времени здесь начнут устанавливать пляжный инвентарь, шезлонги и зонты. Все они будут выполнены примерно в одном стиле. Заказана партия пляжного оборудования из Китая и она уже в ближайшие дни будет доставлена в город Сочи. То есть она уже на территории Российской Федерации, в Новороссийске. Просто сейчас требуется пару дней для перевозки. Большое внимание уделят безопасности отдыхающих. Сочинец Сергей Баврицкий работает спасателем уже 8 лет. За это время ему не раз приходилось выручать людей из беды. Несмотря на большую практику, несколько раз за сезон он и другие спасатели проходят обучение у специалистов МЧС. Тренируются оказывать первую медицинскую помощь. Бывают такие моменты. Бывают дети, бывали мужчины даже. Чаще всего у нас мужчины-любители поплавать в нетрезвом состоянии. Больше не днем работы, чем вечером, когда народ, как говорится, отдыхает. Пункты спасателей должны быть на каждой пляжной территории Сочи. А таких больше 180. Без них пляж будет считаться непригодным для купания. Проверять на соответствие всем требованиям будут сотрудники администрации и МЧС. В течение всего купального сезона, без выходных, акваторию от устья реки Шахе до гостиницы «Жемчужина» будут патрулировать сотрудники сочинского отделения государственной инспекции по маломерным судам. На небольшом катере они выходят в море каждое утро, а возвращаются в порт с наступлением темноты. Нарушители безопасности штрафуют. Цепочка ответственности довольно-таки у нас длинная. Поэтому судоводитель своим проступком, скажем так, подвергает административной ответственности еще и человека, который отвечает за выпускной режим, и владельца базы. За 10 лет, сообщают в инспекции, в Сочи уровень смертности на воде стабильно снижается. Во многом благодаря тому, что перед началом сезона идет большая подготовка. Все проверки завершат до 1 июня. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.